Здравствуйте, друзья! Очень много читаем ваши комментарии, очень интересно с вами общаться. Спасибо большое, что на нас подписаны, что нас смотрите. Это видео мы записали для того, чтобы ответить на некоторые вопросы, опять же, в комментариях о том, что вы там красите, да? Я возьму кисточку, покрашу сам. Я покрасил пинатексом 8 лет назад, до сих пор все хорошо стоит, а вон у моего соседа текурилой покрасил 15 лет назад, тоже стоит, и все сами сделали кисточками, не шлифовали, не грунтовали, но все очень у нас круто. Это видео мы сняли вам для того, чтобы рассказать о том, какой путь мы прошли, какой путь прошел, какое становление наш отдел покраски. Немного истории. Когда в 2018 году я приехал в Санкт-Петербург с целью познакомиться и изучить наших конкурентов, я был, честно, приятно удивлен. Наши конкуренты меня знали и давным-давно нас уже изучили. Заходя к ним в офис, я оказывался в своем офисе. Я видел точно такие же выкрасы, точно такие же образцы зимней сказки, и даже люди пытались повторить наше патинирование. Уже не говорю о тысячах фотографий, которые были украдены с нашего сайта, и на самом деле есть практически у всех, кто занимается покраской. Не в обиду сказано. И тогда я вдруг понял, какая огромная работа, в том числе нашей компании, была проведена, чтобы покраска материалов вышла из понятия купил краску, покрасил, и все хорошо, взял кисточку, намазал, и все отлично, покрасил без шлифовки, и все вроде у меня стоит. То есть приобрела системность и стала неотъемлемой частью домостроения, и в ней появилось место настоящим профессионалам. Очень приятно осознавать, что наша команда задает темп этому рынку. История нашей работы по системной покраске древесины началась в 2014 году. Еще тогда мы обратили, как много людей сталкиваются с самой настоящей проблемой. Например, заказчик приобрел вагонку. На объекте у него стандартно 2-3 плотника, которые знают, как делать монтаж. Вагонку монтируют. Заказчику нужно съездить на рынок, купить краску, а также найти человека, кто покрасит. И тут начинается самое интересное. В магазине продавцы краски знают свой товар на уровне технической производителя. А производитель, конечно же, пишет, краска хорошая, прослужит 20 и более лет. Для продавца, значит, эта краска хорошая. Рекомендуют хорошую краску, которая так долго прослужит. И в этом, конечно же, все есть. Хороший продавец, менеджмент продажи, красивая яркая упаковочка, но нет самого главного. Нет опыта в нанесении, нет опыта в эксплуатации этого покрытия. Здесь есть простой пример. Компания, которую я не буду называть, рекомендовала в течение практически двух лет наносить акриловую лазурь на масляную поверхность. Я лично общался с их технологом в тот момент, когда эта рекомендация у них была. Что же случилось? Компания все вот эти рекомендации, всю эту схему покраски удалила полностью со своего сайта, удалила информацию со своего инстаграм-аккаунта, удалила свою эту информацию с ютуб-канала сразу после того, как их через два года полностью засыпали рекламациями. Это вот результат знания краски на уровне технички. Поселки! Просто была покраска поселка, представляющий, облез просто весь поселок. Кстати, с физическими лицами они очень просто отрабатывали рекламации, называя это экспертизой и называя это неравномерной толщиной нанесения покрытия. То есть результат всегда ответ был вы неравномерно нанесли покрытие. А ведь равномерно нанести покрытие кисточкой ну просто невозможно. Всегда будут в микронах чуть-чуть гулять. То есть это было как бы их заключение экспертизы. Но когда полезли целые поселки, потому что компания известная, у них закупали производители работ, которые красили целыми поселками, ну тогда уже удалили, запретили своим сотрудникам говорить о такой схеме. То есть вопрос был решен. То есть больше такой схемы не существует на рынке. Я немножко отклонился. Теперь вернемся к нашему заказчику, который купил эту краску, поехал домой и даже не стал просто искать маляров. Потому что ребята, те, кто монтировали вагонку, сказали, да мы еще и красить умеем. Когда так происходит, когда так говорят, мы точно знаем, какой будет результат. Потому что тогда, вот как раз в 2014 году, мы только начинали и сами пробовали красить кисточкой на объекте смонтированную доску. Ну и точно знаем, что из этого получится, когда нет опыта хотя бы лет пять. Наша компания прошла полностью весь путь от плотника, который пытается покрасить кисточкой, им же смонтированную вагонку и красили, и перекрашивали, до маляра, который уверенно держит краскопульт без воздушного распыления и делает действительно шедевры. Как раз в 2014 году у нас был отдел строительно-монтажных услуг, который как раз, как и у всех в то время, занимался покраской. Именно результаты работы этого отдела привели нас к тому, что очень захотелось иметь профессиональных маляров, профессионально красить и дарить своим заказчикам настоящую радость. Покрасить дерево хорошо это целое искусство. Для этого нужно видеть красоту, для этого нужно знать различные покрытия. То есть намазать кисточкой действительно может любой, а покрасить красиво может человек, который видит, при этом имеет опыт. Наши сотрудники прошли в школу маляров, покрасили не одну тысячу квадратов, поработали с различными схемами покраски, сменили несколько десятков сопел, убили парочку краскопультов каждый. В общем, прожили в малярном цехе длительное время и при этом не тупо водили краскопультом, а думали, экспериментировали и совершенствовались. И это, то есть стаж, не является самым главным в малярном деле. Тут важно видение и понимание прекрасного, чувство прекрасного. Нужно быть немного творцом, маляром, декоратором. Иначе никогда не заметить те перепады цвета, пятна на косослое, не угадать расстояние от сопла до пласти, чтобы соблюдать толщину мокрой пленки, не понять, откуда появилась апельсиновая корка на укрывной краске, а уж тем более не попасть в цвет, используя лессирующие полупрозрачные составы. А теперь представим себе картину. Заказчику покрасили краской, которую рекомендовал продавец, основываясь только на техничке производителя, не имея опыта, руками, которые два раза в жизни держали кисть. Это разочарование и выкинутые на ветер деньги. В общем, когда в 2014 году мы были плотниками и малярами, которые два раза держали в руках кисть, мы были действительно недовольны своими результатами и искали, искали, искали новые знания, совершенствовали свой опыт. Вы, наверное, сейчас скажете нам, а вы что, плохо красили? Ну, да, бывало, плохо красили. И перекрашивали ездили, и переделывали. То есть своих заказчиков мы никогда там ситуации, которую сами создали, не оставляли. Конечно же, ездили, перекрашивали, получали опыт. У нас есть фасады, в принципе, которые с того времени стоят, и заказчики хорошо к нам относятся. Сейчас, когда, получив консультацию, заказчик уходит со словами «я покрашу сам», или говорит у меня «ребята на объекте покрасят», или говорят, что мы сначала смонтируем вагонку, например, а потом ее покрасим. Ну, честно говоря, жаль, что так получается. Жалко, что заказчик не услышал нас, не понял или сэкономил. Все это очень сильно отразится на эстетике внутренней отделки, а снаружи еще и на сроке службы. Каждый наш консультант постоянно взаимодействует с отделом покраски в цехе, с отделом покраски на объекте. Получил огромный-огромный опыт. Мы вырастили своих маляров, мы вырастили своих бригадиров, на которых можно положиться, которые знают толк в покраске. Мы знаем, как работают краски. Мы знаем, как их правильно наносить, какие можно и нельзя наносить на фасады и на террасы. Хорошо разбираемся в грунтах, в маслах, в лазурях. Мы окрасили уже более 100 тысяч квадратных метров и десятки домов для наших заказчиков. Опыт есть, и опыт немаленький. Мы можем оказаться для вас очень полезными. Друзья, если у вас есть задача покрасить дом или выбрать какую-то краску, вы можете нам позвонить и получить очень хорошую консультацию. Действительно, знаем много, опыт большой и сможем вам очень хорошо помочь. Дорогие подписчики, мы продолжаем развиваться, продолжаем идти вперед и очень надеемся, что вы будете идти вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова